Музей Одинцовского городского округа И об экспонатах этого музея нам расскажет заведующая экскурсионно-просветительским отделом Ольга Владимировна Желудкова Здравствуйте, Ольга Владимировна! Здравствуйте! Мы находимся в очень необычном зале с низкими потолками, с низкими входами Это какие-то старинные палаты, расскажите нам, пожалуйста, об этом месте Да, это здание Царицыных палат Завнегородский музей, музей-юбиляр И в прошлом году музей исполнилось 100 лет Большую часть своей истории музей располагается на территории Савина-Сторожевского монастыря Здание, которое является архитектурным памятником XVII века Это здание построено для Марии Ильиничной Милославской Жены второго из рода Романовых царя Алексея Михайловича В данном здании располагаются три музейные экспозиции Две из них постоянные Мы сейчас находимся на выставке, которая называется «Покои-боярани» И здесь как раз воссозданы интерьеры домов XVII века Мы можем совершить путешествия по Древней Руси И непосредственно по быту и традиции Здесь, соответственно, расположены экспонаты данного времени Которые дошли к нам с тех далеких времен «Покои-боярани» значит здесь такое женское место было, воссоздано Да, в XVII веке еще сильны традиции домостроя А домострой говорит о том, что глава – синий мужчина И в доме обязательно соблюдается деление на две части Женская половина и мужская половина Женщина в XVII веке, ну, большей частью, конечно, еще и в XVI Вела тюремной, затворнический образ жизни Который был сокрыт от постороннего взгляда И приезжая сюда с царем на Богомолье, Мария Ильинична Милославская Располагалась на своей женской части Это был целый дом, палаты, царицына палата Название сохранилось до сегодняшнего дня Здесь она молилась, проводила дни в Богомолье И ходила даже молиться она крытым переходом в свою домовую церковь То есть не выходя на улицу Для царя же здесь на территории был построен дворец Который тоже до наших дней на том же самом месте находится Ну, что характерно для интерьера боярских времен Что здесь мы видим? Сундуки, мы видим необычные лавки Мы видим из текстиля какие-то изделия Вот расскажите Да, ну, во-первых, входим в дом мы через сени И затем проходим в какую-то одну из комнат На данный момент мы в первом зале Который назывался гостевой или парадный зал Входим мы в русский дом через низкий дверной проем В доме берегли тепло и старались не допускать сквозняков Отапливали помещение при помощи печей Причем печи в богатых домах тогда уже изразцовые Топятся по белому В доме имеют только красивое тело А топки располагаются в соседних смежных помещениях Либо растапливают такие печи с высоких хозяйственных этажей Стекло дорогое используют слюду И стараются сберечь тепло Не допустить сквозняков Поэтому в доме все прикрывают То есть стараются ничего не оставлять непокрытым Сводчатые потолки расписывают Но это больше, чтобы было приятно глазу Каждый хозяин мог изобразить то, что он хотел показать своим гостям Определенные, допустим, символы Ну вообще любили травную роспись потолков Стены обивали сукном Это было красиво И для тепла, конечно И на пол стелили сукно Полы были деревянные По-другому их называли мостами Лавки покрывали полавочниками А столы застилали персидскими коврами Перед вами персидский ковер 17 века Подлинный Ну а что касается мебели То большого разнообразия в древнерусском доме Мы бы не встретили Сундуки, столы да лавки Это было и у богатых бояр в том числе Мы не можем утверждать Что вот конкретно здесь Именно так все тогда стояло Но у всех было похоже Все старались посмотреть на жизнь Я имею в виду верховые бояре Царя, царица И повторяли Именно имею в виду в убранстве И в мебели Что мы здесь можем увидеть Да, сундуки, столы да лавки Причем на лавках в то время И сидели, и спали Для того, чтобы спать Лавки сдвигали Либо лавка была пошире Укладывали перины, подушки Утром все это разбирали Могли утопить лавку в стену Стены были толстые И создать некую сень Чтобы было уютно Ну, конечно, царь и царицы Всегда на лавках не спали В загородной светской резиденции В Коломенском Где сейчас воссоздан Деревянный шатровый дворец Алексея Михайловича Кровати представлены Но в монастырь с собой Конечно, кровати не возили Потому что здесь царь приезжал Для чего? Сюда молиться И стремиться к аскетизму Вещи хранили в сундуках Мы тоже здесь с вами их видим Они совершенно разные все Сундуки подлинные Разные формы Но общее среди них то Что они ларцы То есть они Форму ларцов имеют Русские сундуки Отличаются чем? Ну, например, сундук подголовок Или подголовник Удобно было брать с собой в дорогу Поэтому он имеет форму Скатную На которую удобно приложить голову Тем самым Сохранить имущество Либо чтобы сверху написать Использовать эту поверхность Сундуки-желарцы-терема Они более статичные Ну, во-первых, конечно, они тяжелые Они дубовые Обиты железом Украшены слюдой И бывают разных размеров Сундук-ларец-терем малый И сундук-ларец чуть больших размеров Есть еще у нас один сундук 17 века Который нашему современному взгляду Уже более привычен На самом деле Такую форму сундуков В 17 веке русские мастера заимствовали И тогда эти сундуки находятся на пике моды Они очень дорогие Конечно, у царицы такой сундук должен был быть Вот здесь, можно сказать, таких два больших Две большие группы, два больших вида сундуков Вот эти русские ларцы И вот уже немножко другой формы Расскажите, чем же занимались женщины при домострое? Если им ничего толком, кроме как заниматься хозяйством, было нельзя Им же куда-то хотелось все равно Выплеснуть свое творчество, настроение Чем они себя развлекали? Мы можем обратиться к домострою И вот эти строки, которые я сейчас процитирую Я думаю, ответят нам на этот вопрос Домострой говорил, что жизнь женщины, она домовитая И женщина домовитая, с мужней наукой И примерным к труду стремлением Холстов и ткани наготовит на все, что нужно На шубы, накидки, кафтаны А иное, что у нее для домашней носки Перешито и перекроено А ежели больше потребного изготовит, то и продаст А что надо, то и купит Потому у мужа денег не попросит То есть большую часть времени посвящали занятиям рукоделию Ну, конечно, занимались еще и хозяйством И воспитанием детей Мы знаем, что детей в семьях было много Пример тому семья царя Алексея Михайловича Романова От двух браков было 16 детей Ну и, конечно, проводили дни в молитве По домострою мальчики и девочки находились на женской половине до 5 лет В 5 лет мальчика забирали на мужскую половину Представляли к нему дядьку-грамотея наставника Который занимался его образованием Девочка оставалась на женской половине до замужества Из 5 лет она будет учиться шить, ткасть и вышивать Готовой одежды не было Тканей закупали, шили, вышивали А в приданые одних только полотенец нужно было положить 100 штук А потом еще мужнину родню обшить, детей своих Ведь не случайно наши русские сказки часто имеют тему У рукоделия, да? Если мы возьмем даже с вами сказку Царевна лягушка То первое задание своим невесткам царь дал Какое в первую очередь? Соткать ковер Да, вот они приоритеты Соткать ковер Затем успечь хлеб Только затем показать свою красоту на перу Так и было Сначала, конечно, шить и вышивать Но те же сказки говорят, например, как там мамки, няньки Да, собирайтесь То есть если девочка из рода знатного Да, она тоже будет учиться шить и вышивать Но уже искусству изысканного шитья Это шитье золотыми и серебряными нитями по дорогим тканям Привезенным часто, допустим, из Турции Рытый бархат Привезенный из Турции У нас, кстати, представлен в витринах В витринах же мы можем увидеть с вами работы русских мастериц Когда иглой и нитью они сымитировали рисунок турецкой парчи Ну а что расшивали золото? Ну, большей частью, конечно, это предметы для храма Это копии икон, например, пелена Или антипендиум на престол, покров на раку Облачение священнослужителей могло быть украшено золотым кружевом Если это одежды бояр или царя Опять, не все полностью Могли украсить за рукави Или, например, переднюю налобную часть женского головного убора И здесь у нас на выставке «Покоя боярни» Фрагменты ткани, имеющих вышивки золотом, есть И мы их можем сегодня увидеть В комнате еще есть необычные предметы интерьера Вот кресла, подсвечники Они тоже присутствовали в то время? Да Для современного взгляда Самыми необычными, наверное, здесь являются свецы Потому что не каждый узнает в свеце предмет для освещения А тогда вставляли деревянные щепки, лучины Которые светили и их в большом количестве могли поставить Вокруг, конечно, для безопасности тазы с песком, с водой, чтобы не было пожара И вот этот фитиль лучины освещал комнату Но подсвечник верно у нас имеется Это экспонат 17 века Свечи тогда были, но они долго дорогие Потому что чаще всего, конечно, лучины, особенно в крестьянских домах Ну а что касается кресла Мы говорили, что, да, сидят и спят на лавках А кресло тогда воспринимается как трон И мог быть трон, конечно, только в доме у царя Должно было пройти определенное количество лет уже в правлении Алексея Михайловича Чтобы кресло или впоследствии это стул прижился и стал встречаться даже и в боярских домах Пусть, конечно, самых богатых Ольга Владимировна, спасибо огромное за такой интересный рассказ Информацию о русском быте, русских традициях Мы, конечно же, приглашаем с удовольствием посетить всех горожан, всех гостей Ваш замечательный музей Да, мы будем очень рады видеть гостей в нашем музее И посетить все наши выставки Сегодня мы путешествуем по выставке «Покои боярами» Но для вашего внимания есть еще две выставки в здании Царицыных палат Одна из которых работает постоянно Это выставка «Древний Звенигород», где можно познакомиться с историей города Звенигорода и монастыря Временной является выставка «Иконы личного благочестия» Она располагается в центральной части Царицыных палат И это совместный проект музея с фондом Андрея Первозванного Речь на выставке идет о значении иконы жизни человека За территорией в здании административного корпуса На данный момент располагается выставка юбилейная Посвященная столетию музею Называется «Музейный алфавит от А до Я» Мы приоткрыли более подробно свои коллекции для наших посетителей Фонды Звенигородского музея очень богаты И как раз-таки коллекции в фондах располагаются по алфавиту И вот так по алфавиту в витринах вы можете увидеть самые яркие экспонаты наших коллекций Спасибо вам огромное! Звенигородский музей ждет вас у себя в гостях Ну а мы прощаемся с вами Увидимся в новых передачах на ОТВ